Нет, я не могу сказать, буду искренне. Нет, раскаиваться мне не приходилось. То есть имя, фамилия ни о чем не говорит, а вот говорит, что ты тот самый комментатор ФК Чита. То есть привлекает искренность. Да, да, это важный момент. Футбольные клубы в России могли бы зарабатывать деньги? В современной России это невозможно. Думаете, Спартак Зенитов что-то зарабатывает? Нет. Какой еще вид спорта вообще в Забайкале за два дня может собрать там общее число, ну, две тысячи, там, сто процентов пройдет? Так вот вам массовость. Я считаю, что в правительстве региона есть люди, которые специально убирают футбол с карты вообще спортивного из Забайкаля, дабы протолкнуть свои проекты. Если бы ты этого не сказал, то был бы не ты просто. Дима, есть 30 минут? Готов говорить правду? Конечно. Класс. Этого парня вы можете знать вот по этим кадрам. Вот на такой веселой ноте мы возвращаемся в эфир. Удар поворотом и гол! Ох, нас ожидает самое сладкое. Это серия 11 послематчевых ударов. Сейчас Андрею Волгину свело ногу, понятное дело. Сколько так уже играть? Нужно подготовить голос. Сейчас придется кричать. И удар и гол! С вами был комментатор Шамилев Дмитрий. Любите футбол, живите футболом. У тебя такой особый стиль комментирования. Ты почти хитовый персонаж в плане вырезки, твои перлы. Это не назвать как бы профессиональным комментированием, да? То есть это уже какой-то такой нестандартный подход. Я бы не сказал, что это не профессионально, это наоборот, лично на мой взгляд. Может, скажу такую даже немного гордую вещь, но тот футбол, но вот в том футболе, который играл футбольный клуб «Чита», тот уровень, это было то, что нужно этому уровню. То есть вот этот эмоциональный и мурной стиль, он действительно, он привлекал внимание, и он привлекал внимание к футболу. А так как футбол проблемный, то, соответственно, очень многие и к проблемам футбола относились по-другому, замечали и смотрели. Чтобы была изюминка определенная, чтобы на «Читу» обращали внимание, чтобы на футбольный клуб «Чита» обращали внимание по всей стране. И, как оказалось, эта стратегия была выбрана грамотно. Ну, действительно, потому что даже вот в августе прошлого года футбольный клуб «Чита» даже удостоил вспоминания на Матч ТВ. Такого не было уж очень долгое время. Ты знаешь, говоря профессиональный, я скорее имею в виду классический, классический жанр комментирования. Не, ну здесь, да, здесь я полностью... И в этом смысле вообще важно искать свой стиль себя, как, например, там, скриптонит. Вот он ни на кого не похож, и это скорее выиграешь. Да, я считаю, что это нужно. Как бы кто ж бы что ни говорил, это и я и к себе, как, получается, к персоне привлекаю внимание, но и от клуба. В данном случае футбольный клуб «Чита». То есть я думаю, что большинство даже, наверное, не помнят имя, фамилию даже мою, но зато помнят вот этот Читинский комментатор, то есть там комментатор «ФК Чита». То есть вот такие словосочетания, все это помнят. Вот по всей стране, притом я вот последние полгода вот жил вот на... почти полгода вот на Западе, и вот там узнавали вот меня в первую очередь, что «А, ты и тот...» То есть имя, фамилия ни о чем не говорит, а вот говорит, что «А, ты тот самый комментатор «ФК Чита». Я думаю, что если в каждом регионе было нечто подобное, чтобы хотя бы раз в год выстреливать, да, бывает иногда, но если бы это было в какой-то тенденции, я думаю, вообще внимание как к футболу, так и спорту было бы больше приковано, ну, потому что у нас сейчас вообще вот все общество такое, медиапространство такое, что вот нужен действительно хайп. Это уже вещь, без которой, я думаю, ни одно медиапространство, даже спортивное, оно не может существовать. Мы сейчас на стадионе 11-й школы, а хотелось бы на локомотиве, но нет. А локомотив вообще хороший стадион? Стадион-то прекрасный просто, на самом деле. К нам приезжали из других регионов команды, когда мы стали играть в западной группе, когда из Москвы, из Питера смотрели за правильностью соблюдения регламентов, и все говорили очень хорошие вещи. То есть у вас так все сделано, все круто, все классно, почти там все подходит под действие регламент, столько трибун, то есть можно собирать полные стадионы. То есть когда в 90-е годы здесь вот любили, ну, прямо откровенно, вообще все любили футбол, вкладывали с него. Тогда уже в 90-е годы сделали то, что даже актуально сейчас. Но, опять же, актуально, не актуально, но есть срок годности у всего. Каждым годом то тому, то этому нужна реконструкция, замена. Единственное поле поменяли. Вот это, я считаю, очень большой плюс. Дим, не могу не спросить тебя про историю с матом в эфире. Тебе правда приходилось раскаиваться? Доронин забегает. Ну что же, Доронин, ну давай, наверх штрафной Нестеров, удар перекладина, мою мать-то! Гол, был, был, гол! Нет, я не могу сказать, буду искренне сейчас за свою любимую работу, так скажем, нет, нет. Раскаиваться мне не приходилось. Извиняться, извиняться, как бы искренне перед профессиональным сообществом приходилось. Вот я так скажу. Потому что именно профессиональное сообщество, вот если людям большинство зашло, там, 8-80, там, с копейками процентов, оценили как плюс, то профессиональное сообщество, конечно, в большинстве в своем случае, конечно, негативно, негативно это восприняло. И, я думаю, даже люди, которые я учился на журналистике, 6 лет обучился журналистикой пиар, я думаю, даже те люди, которые меня учили, особенно старого такого поколения, те, кто это видел, ну, конечно, им, да, им, может быть, это улыбнуло, но вспоминая, чему они меня учили, конечно, им такое не нравится, и, конечно, такое стоило бы извиниться, да. Я отдаюсь полностью эмоциям. То есть, почему было очень хорошо мне комментировать матч ФК Читам? Потому что, в первую очередь, я, конечно, как образ такого комментатора-болельщика. И вот, я болею за команду, и действительно, я хочу, чтобы она выиграла, и вот отдаюсь вот именно эмоциям, как вот болельщик на трибуне. И потом я понял, что этот образ нужно действительно верить, это искренность должна быть, что ты веришь в клуб, веришь в команду, веришь в футболистов, болеешь, хочешь, чтобы они выиграли. И вот за счет этого и достигается вот такой вот именно искренний позыв, и вот он выливается вот обычно в такие вот фуроры, как я это слово уже подобрал. Ну, это такой смелый эксперимент, вот можно и попасть, и не попасть. Например, смотри, та же тенденция на ТВ привела в нее море желтухи. В российском же кино мы видим, что, в принципе, там, если съели бабушку легкого поведения, то можно ей дальше кормить, да? Как будто посыл такой, мы и сами тут дебилы, типа, ну и вам ништяк. Вот как будто так. То есть вроде бы и диалог с аудиторией, а вроде бы и, как бы, знаешь, не хватает какого-то подъема. История про то, что вот желтуха, она нацелена, вот я лично как вот вижу, вот это даже в плане футбольного комментирования. Это когда ты нацеленно делаешь. На мой взгляд, искренность, то есть вообще футбол и любой вид спорта, и когда там есть искренние, настоящие эмоции, когда ими бурлит не только игра, когда ими бурлит вся трансляция, вот, это вот и есть тот самый, это никак нельзя не звать ни бульварщиной, ни желтухой, ничего, это наоборот, это какой-то такой новый виток, которого мне наоборот кажется у нас не хватает. То есть привлекает искренность. Да, да, это важный момент, то есть чтобы все понимали, даже вот про мою и про моих коллег по цеху. Допустим, есть, ну, из Владимира, тоже Владимир Никольский, мой коллега очень хороший, который также попадал и на различные там, он до матчей с ТВ, он не доходил, конечно, но попадал на различные СМИ, то есть упоминания его комментирования, а там мужику уже 52 года, у него вот именно искренние эмоции, он тоже отдает свой игре, он по-настоящему любит это. И мне кажется, чем больше было бы таких комментаторов, тем даже футбол 2-го дивизиона, да и даже ЛФК 3-го дивизиона, уже не профессионального футбола, был бы намного зрелищнее, намного было бы больше просмотров, соответственно, было бы больше внимания и каких-то различных спонсоров. Хорошо, давай не будем ударяться в полемику о качестве и профессионализме, я думаю, у нас тут очень много, может, и в комментариях споров возникнуть, кстати, пишите, что вы считаете профессионализмом в комментариях. Ты работал в клубе Красава, в футбольном клубе Красава, и совсем недавно оттуда ушел. Я ушел уже не то, что не совсем недавно, я ушел, получается, еще там февраль-март, вот, после этого, да, после этого у меня было, ну, сотрудничал с футболом Санкт-Петербурга, был даже опыт работы в Динамо Санкт-Петербурге. Дим, насколько я знаю, ты ушел из Красавы за 2 дня до заявления Савина. Нет, нет, не совсем в соответствии с действительностью, чуть-чуть раньше ушел. То есть тогда еще, ну, были уже предпосылки, но то, что произошло потом в Красаве, это было все-таки уже без меня, и не могу сказать, что я был шокирован этим. Я могу, зная самого Евгения Леонидовича, наверное, вот, ну, мне кажется, он не мог поступить иначе. И я считаю, что его, как бы, винить за это, это... Человек сделал, мне кажется, немало для развития и популяризации вообще всего тоже и медиафутбола, и российского футбола. У тебя был соблазн мигрировать? Хороший вопрос. Я думаю, да. Я думаю, был, безусловно. Но, отвечу так, что сейчас есть такие обстоятельства в жизни, которые бы, ну, мне не позволили бы это сделать. Ну, так вот, по щелчку просто. Ты же понимаешь, что сейчас футбольные комментаторы российские нужны только в России? А, ну... А ты вернулся аж в Читу? Аж в Читу. Мне кажется, вернуться оттуда, откуда ты вообще, ну, и вышел, это тоже, это очень полезный опыт. Меня, кстати, очень удивило факт того, что большинство людей, которые здесь в Чите, такой очень неожиданный для меня был показатель. Вот как я приехал, то есть никто мне, в принципе, большинство мне не сказало каких-то там слов про то, что, ой, ты вернулся, ой, там, у тебя что-то не получилось и так далее. Наоборот, очень многие, как будто вот я приехал, они знали, что я работал в Москве, в Санкт-Петербурге, я вернулся, и вот люди стали меня вот, как бы, ну, образом говоря, какую-то работу предлагать, куда-то звать в какие-то проекты сразу же, вот моментально. Я очень даже удивлен был, что у нас, действительно, у нас, оказывается, в Чите еще живут люди, которые, ну, которые здесь еще на месте пытаются уже создать и, ну, что-то как-то генерировать, какие-то идеи, какую-то работу. И они понимают, что приехал человек, который, образно говоря, там, отстажировался, набрался опыта и может помочь. Окей, значит, для тебя это не шаг назад? Нет, нет. Мы-то тут просто со всеми разговариваем на предмет, почему вы до сих пор не уехали, но если есть какой-то профит, мастерство. Вот, хорошее вообще было, я не считаю это шагом назад, ну, и шагом вперед, конечно, тоже нет. В Москве, Санкт-Петербурге, это вот, да, там шаги вперед, и действительно, там, вот, за те почти полгода, там, каждый месяц были шаги вперед. Окей, спрошу прямо, это было вынужденное решение? Вернуться в Читу? Да. Отчасти да, отчасти скажу так. Ты как считаешь, футбольные клубы в России могли бы зарабатывать деньги? Не только тратить их, но еще и зарабатывать, работать в плюс? Я считаю, что, скажу, может, такое тоже смелое заявление в современной России, это невозможно. Невозможно. У нас весь футбол, вообще профессиональные футбольные клубы, это не дешевая история. Это дорогостоящие проекты, которые, ну, просто взять даже, вот, не знаю, любой провинциальный футбольный клуб, туда просто вкладываются деньги, и отклик, ну, рекламы, на рекламе не зарабатывают, на трансляциях не зарабатывают, на продаже атрибутики не зарабатывают. Притом, ладно, я сейчас еще про вторую дивизию он сказал, а команды премьер-лиги. Все то же самое. То есть, вот, Газпром, Лукоил спонсируют. Вы думаете, Спартак, Зенит что-то зарабатывает? Нет. Российские клубы в нынешней ситуации не могут зарабатывать деньги. Европейские клубы всегда могли зарабатывать деньги. Смотри, такая параллель, сразу сюда можно взять и бюджет, и ситуацию. Если бы наш футбол не был так политизирован, не так бы зависел от бюджета, если бы он вышел вообще на спонсорскую поддержку, стопроцентно, это, конечно, мечта, но давай помечтаем. Ну да, это важная ремарка. Могли бы тогда российские команды зарабатывать? Так тогда бы, конечно, могли, если бы бизнес был футболин, можно сказать. Вообще бы, мне кажется, от первого. Как в Англии. В Англии там пять дивизионов, там последние из них вообще любительские, и все зарабатывают. У людей есть достаток такой, который в некоторых клубах просто, можно сказать, на донат существует. В Англии той же. Да, они непрофессиональные, но это тот уровень, который у них. То есть у них там любой стадион любительского клуба, это как у нас там большинство стадионов профессиональных команд в России. Давай накинемся на самую актуальную историю, которую вы, собственно, запустили две недели назад. Это открытое письмо губернатору и остальным представителям футбола и футбольного клуба Чита в Чите. Как совпало, что ты приезжаешь в Читу, и именно в этот момент тут упраздняют футбольный клуб Чита, пытаются упразднить? Или что вообще происходит? Один мой хороший товарищ мне постоянно сейчас говорит, что вернулся спасать за байкальский футбол. Это так в шутку. Ну, я еще, знаете, еще будучи, по-моему, когда жил в Москве, я знал, что я очень хорошо. Во-первых, я как-никак был связан с футбольным клубом Чита более 6 лет. Работал, конечно, я знаю, в принципе, вообще все, что там происходит. Приехав как бы сюда, когда уже на месте поняв, ситуация уже тогда, это был, получается, май, ситуация уже была, уже крайне тяжелая. А сейчас ситуация, вот на данный момент, не знаю, что будет после выпуска нашего видео, но на данный момент, когда мы сейчас разговариваем, ситуация патовая просто. Все идет к тому, что профессиональный футбол сейчас в Чите закончится. И это будет, лично на мой взгляд, это будет просто ужасно. Просто я даже не знаю, что еще добавить. Клуб рискует лишиться статуса профессиональной команды из-за проблем с финансами. В письме, кстати, в том же, люди заявляют, что вот чуть больше денег, ну, намного больше денег, и не только играть будем, но и выигрывать начнем, да? А с другой стороны, знаешь, ну, на мой взгляд, я вообще далек от спорта и футбола в частности, но так на вскидку, когда, грубо говоря, растут цены на жилье и на продукты в магазинах, мне вообще удивительно, что люди парятся о футболе. С 1984 года, с 1984 года непрерывно в Чите существует профессиональная футбольная команда, которая давала футболистов как и для своей команды, так и для команд других регионов, в том числе и, допустим, Андрей Синицын, это наш воспитанник, который играл за футбольный клуб Краснодар, вызывался там в сборную России. 2022 год сейчас, это, получается, уже 38 лет прошло. 110 лет за байкальскому футболу в этом году. Пятилетка спорта, объявленная не футбольным клубом, не считая каким-то губернатором, правительством края. И в это время, как бы, учитывая, что сейчас, по факту, когда действительно есть такая легкая депрессия в обществе, что, мне кажется, обществу нужна какая-то психологическая разгрузка, нужно какое-то понимание того, что, ну, где-то вот выйти даже, выпустить пар. В 90-е, например, когда была ситуация тоже очень нехорошая, думаю, все-все это прекрасно знают, тот же Чеченский локомотив собирал почти полный стадион, и люди там просто выпускали действительно пар. Они кричали, болели, матерились и так далее. Да и великое отечественное матчо было. Да, да, то есть вот так же очень много кричат о популяризации спорта даже. Давай попробуем определить, кто кричит. Ну, например, насколько мне известно, когда было одно из последних заседаний правительства, и ситуация спорта в крае, по мнению губернатора, не самая лучшая. К новому министру Середкину было давно чуть ли не указание, что нужно поднять как бы вливаемость общества в спорт. Но там почему-то речь зашла только за массовый спорт. Вот я о чем и говорю. А то, что если мы теперь вернемся опять к понятию массовый спорт, люди вообще в курсе? Соревнования по футболу собирают выходные в субботу, воскресенье. Через тот же стадион «Темп» проходит там тысяча-полторы человек, и каждый из них пинает мяч, то есть играет в футбол. Это любительский футбол, это первенство города. Где, какой еще вид спорта вообще в Забайкале за два дня может собрать там общее число, ну, две тысячи, там, сто процентов пройдет. За субботу и воскресенье. Можно представить. Вот, это масса, и вот. И мы говорим о массовости, так вот вам массовость. Ладно, не могу сказать, так давайте выливать деньги в федерацию футбола, давайте массовые турниры по футболу проводить. У нас столько площадок, полей столько постелили, там, газонов. Ну, массовый футбол, на самом деле, он не настолько популярен беспрофессиональным. Окей, давай учтем мнение тех, кто скажет, зачем региону, тем более в непростые времена, свой футбольный клуб? Ну, типа, знаешь, такое сравнение, как чемодан без ручек. Есть такая точка зрения. Да, я не скажу, что это есть. Если и нужен, то кто должен искать спонсоров? Может быть, не только на бюджет рассчитывать? Кто вообще? Может, есть какие-то конкретные предприниматели, компании, способные и готовые поддержать футбол в чате? Я скажу, может быть, какую-то такую тоже резкую вещь, но, на мой взгляд, опять же, я скажу по примерам, опять же, вот фактические примеры, которые были. Был губернатор Авильгин Атулин, который сотрудничал с железной дорогой, который приглашал ТГК-14. То есть это большие такие компании у нас, которые могут оказать какую-то финансовую поддержку. Константин Ильковский уже перед своим уходом, да, там пришел мясник такой, возглавил ТГК, то есть, да, очень спортивный, футбольный человек, но именно с губернатором у них пошла договоренность о совместном финансировании и так далее. А хоккейный клуб Ману, вообще федерация хоккея Забайкальского края, это вообще сейчас не в укор, конечно, каким-то своим коллегам из других видов спорта, но имеет соглашение с Норильским Никелем и правительством Забайкальского края о том, что ей нужно, ну, идет такое совместное финансирование от федерации хоккея. Это хоккейный клуб Ману, который в ЮХЛ выступает, это детские команды и так далее. Почему? Здесь вопрос должен я, наверное, задавать, и всегда я его задаю. Ну, я, может быть, даже знаю на него ответ, но почему такая история не происходит в футболе? Кто, на твой взгляд, уменьшает футбольный клуб Чита? С чьей подачей это делается? Я считаю, что, зная то, что я знаю, я считаю, что в правительстве региона есть люди, которые специально убирают футбол с карты вообще спортивного Забайкалья, потому что это на данный момент все-таки как-никак единственная профессиональная команда, которая представляет город и регион на таком уровне, дабы, ну, протолкнуть свои проекты. Ну, слушай, мы сейчас с тобой создаем такие химеры, да, то есть демонизируем вот эту ситуацию. Ну, а как по-другому можно сказать? Ну, хотя бы министр спорта. Предыдущий, который был министр спорта, я считаю, что он, ну, ничего особого не делал для того, чтобы как-то помочь футболу. Ну, он бы и не убивал, но и лучше не делал. Новый министр спорта, я, насколько мне известно, человек весьма неплохо к футболу относится, любит футбол, вообще спортивный мужик, то есть сам спортом занимается, пример хороший подает. То есть это, мне кажется, лучшая версия. Но, мне кажется, вот именно в данной истории, но слова одного министра спорта недостаточно. Детский молодежный футбол в России, юношеская сборная, да, до 17 лет дважды становилась чемпионом Европы в 2006-2013, бронзовый призер в 2015 году. Почему, если у молодежи есть успехи, взрослые так не могут? Очень хороший, вообще, вот показательность, сколько помню про 2006 год, ни одного из тех, кто выиграл тот чемпионат Европы, ни один человек не заиграл в профессиональном футболе. То есть они сейчас, никто из них профессиональными футболистами не является. Вот, это тоже показатель. Вы потеряли футболистов или что произошло? То есть, ну, люди закончили карьеру постепенно. То есть еще в молодом возрасте, в играбельном. Где-то поиграли, там не получилось, там, где-то не пошло, выбрали другие эти. Говоря о профессиональном футболе уже взрослом, да, я лично считаю, что у нас все-таки как-никак, ну, 2018 год, давайте ориентироваться на факты, мнение, может, конечно, долго выговаривать, но 2018 год, 1-4 финала чемпионата мира, выходим в восьмерку лучших команд мира, сборных. Ну, это разве не показатель, я вот думаю, вообще того, что в России есть футбол, в России то, что может быть футбол. Да, можно сколько говорить, что это был домашний чемпионат мира, что там много факторов было за нас, но все же, с той же матчей с Хорватией в 1-4, я думаю, никто даже из даже самых хейтеров или людей, которые прямо разбираются досконально, экспертов в футболе, не скажет, что сборная России была хуже Хорватии. Слушай, ну, с тех пор это такая победа, которую уже замучились, наверное, вспоминать. Я вообще 2008 год вспоминаю, я считаю, что там успех был самый лучший, когда мы Голландию уиграли, то есть бронза, евро, это вообще, по-моему, там было золотое вообще поколение сборной. Дим, сколько лет ты проработал в качестве пресс-аташе футбольного клуба «Чита» и что за это время тебе удалось сделать? С 2016 года я начал сотрудничать вообще с прислуживой футбольного клуба «Чита». У меня была такая очень интересная, я был волонтером, потом комментатором, потом помощником пресс-аташе, потом замом пресс-аташе, потом пресс-аташе. То есть должность пресс-аташе я отработал, получается, в общем, ну, примерно два сезона, вот, именно прямо, а все остальные, вот, как бы я вот доходил до этой цели. Что удалось сделать? Хороший вопрос, на самом деле. Я считаю, что удалось, то, что я вижу сейчас, так скажу, мне, по крайней мере, удалось, как, несмотря на отсутствие результатов, которые, как бы, были действительно, мне удалось и моим коллегам тоже удалось сохранить все равно тот уровень того, что у нас знают, что у нас есть футбол, знают, что, как бы, за ним нужно следить, знают очень много, как бы, нюансов спортивных. И то, что у нас самое большое, вот важный момент в Забайкальском крае, самые большие спортивные соцсети. УГБ – это объединенная группа болельщиков футбольного клуба «Чита». У них общая численность – 10 тысяч. Назовите мне еще одно спортивное сообщество в соцсетях, у которого такая же численность. Три главные проблемы российского футбола, на твой взгляд? Я думаю, первая проблема – это коррупция, ну, образно говоря. То есть это не целевая страта денег, которая выделяется. Вот, или даже не то, что по каким-то, ну, действительно, воруют, а даже иногда неправильно вообще использование денег. Нету какого-то эффективного менеджмента в клубах. Вот, второе – это какой-то подход из… Не современный, подход еще из старых, из Советского Союза, из 90-х годов. Вот, если мы посмотрим на людей, которые руководят футбольными клубами, ну, большинство – это людей, у которых там, ну, 45 плюс, которые родились в Советском Союзе, которые были, у них молодость была в 90-х, и вот взрослыми, они уже стали в 2000-х. Боюсь, эта проблема касается не только футбола. Да, да, и третье, я считаю, это самое такое ужасное. Это я бы даже не сказал вам бы, это кумовство, это берут людей в основном в футбольном клубе, во многих футбольных клубах, не те, которые, скажем, профессионалы, а те, кто больше удобен. Могу сказать, что это ведет к очень печальным последствиям. Нужно как-то уметь работать, нужно уметь, грамотные, современные подходы. И нужно, мне кажется, быть больше открытым. Знаете, я даже назвал, наверное, четвертую проблему еще, то, что руководители регионов, большин, очень многих, они, скажем, не уделяют прямо настолько должного внимания. У каждого региона должен быть базовый вид спорта, на мой взгляд, который должен, как бы, представлять регион. У некоторых несколько, у кого позволяет, допустим, Новосибирск, им позволяет футбол, хоккей, волейбол, вот три базовых вида спорта, все, им бюджет позволяет. У тех, у кого нет, то есть один должен быть базовый, а остальные, как бы, ну, под ним. В Чите, вот кто бы что ни говорил, вот у нас сложилась ситуация так по инфраструктуре, по подбору юниоров, игроков, вообще всему, по мозгам, скажем, которые есть, у нас все это есть только в футболе. Вот, вы мне можете хоть сколько говорить про регби, и, ну, вообще, про хоккей, и, вот, опять же, не в обиду людям, которые занимаются этим, они делают очень хорошее дело, но футбол – это тот вид спорта, который не требует прямо громадных затрат, на самом деле. Вот, это очень важно понимать. Серьезно? Да, но, опять же, опять же, вот сейчас, что мы называем… Ну, типа, 16 миллионов, вот, пожалуйста. 28 миллионов – это маленькая цифра. Допустим, в прошлом сезоне, ну, там, это я такие общие, ну, обобщенные цифры назыву, там, ну, 30 миллионов было. Вот за весь 2021 год там 30 с копейками миллионов был бюджет у футбольного клуба Чита. И год кое-как там и то закончили с долгами. А вот если к этим 30 добавить 20, ну, уже будет значительно легче. А 50 миллионов рублей на год, то есть это на целый футбольный год 50 миллионов рублей. Так это команда, это же не просто это вот 50 миллионов на людей, которые там бегают по полю, по мячику пинают. Это тот же пресс-этошелот, тот же комментатор, тот же, ну, там, спортивный директор, тренер, кадровик, бухгалтер, так же, как и все в любой организации. Я помню, ты в интервью говорил, что для пресса Таше карьерный рост – это работать в лучшем и лучшем клубе. Сейчас ты в Чите. Вот, кто ты и какие планы? Вот, начну так, что вернулся все-таки человеком, который, говорю, вот, получил опыт, отстажировался в двух футбольных клубах и стал вообще, наверное, насколько мне известно, первым забайкальским комментатором, кто комментировал матч профессиональной команды Санкт-Петербурга. И это из положительных моментов. Из отрицательных – вернулся без работы. Ну, серьезно, если так говорить. Вот, ну, я уже отмечал тоже в нашей беседе, что вот первое, чем я тут занимался, вообще отдыхал, и у меня было очень много фрилансов. Фотографировать, комментировать, видео снимать, вот, футбол, даже хоккей был. Везде приглашали. И футбольный клуб, кстати, тоже, как бы, как приехал, тоже пригласил и ЮФЛ, там, стартовал, то есть на открытии, на первом матче тоже, естественно, комментатора. Вот, сейчас жду, на самом деле, есть возможность такая, уехать снова. Вот, но, ну, опять, не буду раскрывать все карты, но в клуб рангом выше. Но если эта возможность не получится, уже даже здесь, здесь придется остаться на какое-то время. И, думаю, также по, как бы, в спорте, учитывая, что у нас все равно, как бы, это дело не... Ну, на это много не заработаешь, это может только на втором плане, на фрилансе, так скажем, держать. Вот, также продолжу и в журналистике Забайкальского края. Вот. Четыре в ряд. Лучший футболист в Чите. Евгений Алхимов. Худший футболист в России. Ой, какой сложный вопрос на самом деле. Че, не один? Ну, из российских, да? Ой, Александр Филимонов, так скажем, в памяти первое, что пришло. Какую новость хочется услышать завтра? О том, что футбольный клуб Чита нашел средства и продолжает выступление на профессиональном уровне. Что главное в жизни? Такой, для меня это всегда сложный вопрос. Я считаю, что, наверное, главный в жизни, это, скажу, наверное, в тему нашего видео, это вообще игра. Вот, который зажигает вообще жизнь. Дим, время вышло. Спасибо за интервью. Чего нам все-таки ждать? Нам уже смириться с тем, что все может быть плохо с футбольным клубом Чита? Или надеяться на то, что еще есть шанс вырулить? Я думаю, что, наверное, даже сам, наверное, это сейчас себе скажу, что нужно надеяться до самого последнего. И у нас даже руководители клуба, насколько мне известно, надеются, даже принимают участие в совещаниях с Москвой уже о проекте нового футбольного сезона. Но я думаю, что смириться не получится, потому что, мне кажется, должно быть стыдно людям, если вдруг футбольного профессионального клуба у нас не станет. Должно быть стыдно просто за то, что я уже говорил даты, моменты, в которых вообще это сейчас все происходит. И отнимать именно сейчас, я уже говорил эту фразу, ее даже цитировали, отнимать одну из малочисленных радостей у спортивного сообщества края. А все, я считаю, все болельщики по региону, десятки тысяч на самом деле, которые болеют за футбол. Наш Читинский знает его историю. И отнимать вот эту малочисленную радость, это должно быть стыдно просто тем, кто это сделает. Вот и все. И как символично, что сейчас пацан начинает лупить по мячу прямо на футбол. Да, футбольная школа форум. Знает даже тот мальчик. Это все. Все, Дима, все, спасибо. И наши внуки, и наши дети будут играть за счету. И нам приятнее всего на свете верить в свою мечту. Наш город, наша команда. И нам лишь победа нужна. Ты не один, и ты не одна. Вместе мы футбольный клуб Чита.